Всем привет, я Вика и ты смотри шоу Академия порядочных парней В основном карьера рэперов начинается с одной единственной песни, благодаря которой об исполнителе узнают слушатели Это обязательно должна быть дикая, вирусная и популярная песня В простонародье хайповая или хайповая Как правильно, напишите в комментарии, я, к сожалению, не очень в хайпе разбираюсь Поэтому сегодня ты узнаешь о 10 треках, с которых хайпанули рэперы Ставь лайк, если также любишь рэп, как любишь рэп Ну а мы поехали Джей до того, как стал тем, гем является на данный момент, читал чисто пацанский рэпчик И кто бы мог представить, что человек из классического рэпа превратится в клубное звучание И трек «Рваные джинсы» стал прорывным хитом его карьеры еще до главного хита прошлого года «Розовое вино» И я, кстати, уверена, что многие узнали его именно после этого трека Так ли это? Пиши в комментарии Детка, ты любишь рваные джинсы? О-о-о-о-о, очень рваные джинсы Детка, ты любишь рваные джинсы? О-о-о-о, очень рваные джинсы Свежий подписант лейбла «Газбольдер Матранг» стал главным открытием в начале 2018 года Парень еще слишком молод, а уже за столько короткое время стал звездой Издание Life назвало его даже Цоем 21 века Лично я считаю, что зря, так как кроме схожести в голосе между популярным артистом и легендой нет ничего общего Куда лучше сравнить его с певицей Луной? Ведь Матран переводится с вьетнамского как «Луна» А если вы знакомы с творчеством девушки, то невольно поймете, почему я сравниваю творчество этих двух артистов Харковский фрешмен Лил Морти выстрелил в прошлом году с треком «Грязный Морти» И хоть трек состоит из пары строчек, они моментально застревают в голове и ты с этим не можешь ничего поделать Этот трек стал ключом популярности и помог встать на новую ступень А именно стать участником объединения Dead Dynasty Я грязный Морти, ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу После релиза микстейпа Double Tap, его считали самым перспективным исполнителем в том году, так как флоу, стиль и рифмы для новичка в рэпе были на запредельном уровне. Хайп слабил после экранизации трека 0-0-0-0. Дом с нормальными явлениями перевернул рэп игру, так как никто не ожидал слушать то, что сделал Скриптонит. После жестких панчей зубодробительного флоу, читая о типичной жизни рэпера, начал писать лирические песни. Несомненно, трек «Эта любовь» стал для него самым успешным в 2015 году. Еще одна темная ночь, и каждый твой вдох, и каждый твой выдох, кричит обо дно, с одним холодным утром, руки без слов, кричат обо дно, это любовь. Даже несмотря на то, что Триупилову в популярном объединении ЗК-99.1 хайпанул после композиции «Я и рэп». Эта песня абсолютно взорвала русское комьюнити рэпа, так как несовершеннолетний читает о том, как он занимается сексом с музыкальным жанром, и благодаря этому он сумел обратить на себя внимание. Куда же мы без хита от лизера и флэша под названием False Mirror? Успех этого трека, несомненно, заключается в позитивном вайбе и в энергичном припеве, который хочется попевать каждый раз, когда его слышишь. Flash в недавнем интервью рассказал, что они вообще не ожидали, что данная песня станет бэнгером и создавалась на коленке. Вот так бывает в русском рэпе, когда не ожидаешь, что трек, на который ты не делал ставку, сможет изменить всю твою жизнь. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет мой косяк, зеркало убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Ты тоже фальшивый, ты тоже разбит, ты тоже пытаешься жить и любить. Я смотрю в ее глаза и вижу только отражение денег, машины, одежды. Еще раз ставим лизера, лишь потому что трек сердца еще намного сильнее дал хайп по юному рэперу, так как его начал обсуждать весь интернет из-за таких строчек, как Вот мое дерьмо, теперь *** с этим. И, конечно же, сам припев. На просторах хитоба сейчас существует много реакций, пародий, каверов, что подтверждают то, что Лизя сделал бэнгер и хайпанул на славу. Да, вы сейчас скажете, что Ваня Фейс хайпанул на треке Гоши Рубчинский, но все-таки Фейс был самым горячим рэпером на обсуждение летом 2017 года, именно после выхода клипа «Бургер». Но мы уже не знаем, что еще сказать об этом знаменитом творении Фейса. Но добавим напоследок, что на клипе переваливает больше дизлайков, нежели лайков. И лучше всего для артиста, чтобы была реакция, и не важно, какая она будет. Про бургер до сих пор ходят шуточки и мемчики по всему интернету. А ты когда-нибудь шутил про бургер? Да, сейчас начнется в комментариях, что пошла Мали не является рэпом, но какое-никакое отношение она определенно имеет. На сегодняшний день группа имеет огромную фат-базу молодежи, И их песни абсолютно заходят на любой тусе. И трек «Любимая песня твоей сестры» является главным их хитом. Именно благодаря ему о ребятах узнала все СНГ. На этом все. Напиши в комментарии, с какого трека ты узнала о своем любимом рэп-исполнителе. Обязательно ставьте лайк в этом видео и подписывайся на наш канал, а также на наши социальные сети. На мой инстаграм, на группу ВКонтакте и на канал в Телеграме. Также жми колокольчик в этом видео, чтобы быть в курсе новых и свежих выпусков. С вами была Вика, пока! Субтитры сделал DimaTorzok